Ха-ха-ха! Activision Blizzard сделала еще один шаг, чтобы поглотить компанию Blizzard, взять над ней полный контроль. Тут упоминается про студию Vicarious Visions. Эта студия делала такие проекты, как Crash Bandicoot, Skylander и игры серии Tony Hawk. Все эти игры бесспорно являются шедеврами и когда-то были всегда прорывом своего времени. И эта студия теперь будет заниматься, и теперь эта студия будет полностью сфокусирована на играх Blizzard, на таких франшизах как Diablo. И заниматься будет этим вместо того, чтобы делать свои собственные игры. Совсем недавно Близзы расформировали свою команду, которая занималась StarCraft 2, а точнее большую часть. Человек, который говорит от лица Blizzard, не говорил точно, какими проектами занимает Vicarious Visions, но она сказала, что она уже работает над этим. До этого ремейк Diablo 2 делала сама команда Blizzard, и она внутри Blizzard называлась как Команда 1. В эту команду входят разработчики StarCraft 2, Diablo, Heroes of the Storm и других игр. Они же запустили ремейк, который назывался Warcraft 3 Reforged. В связи с неудачным запуском команда думала, в чем же проблема. Но те, кто выше, владельцы Activision сказали, что ваша проблема в том, что вы не общались в полной мере с комьюнити. Вы не слушали, что вам говорят, вы не делали этого и не смогли реализовать проект. Команда 1 хотела избежать больше неудач и запустить ремейк Diablo 2 удачно, но Activision справилась за них. Она просто их уволила. Если быть точнее, Activision предложила им работу в новых и в других своих отделах. Кто не смог пройти собеседование, тех уже уволили, и эти люди нашли уже работу и будут работать за другой студией Frost Giant, которая состоит практически полностью из бывших работников Blizzard и будет делать новые стратегические игры. В связи с чем у меня вопрос. Blizzard обещали, конечно же, поддерживать как минимум легкие нужные балансные патчи. Но теперь в статье сказано, что заниматься StarCraft будут команды, которых будут нанимать на аутсорсе. Постоянного мониторинга, скорее всего, не будет, и только если какая-то проблема в игре находится, они будут искать какую-то команду, которая сейчас готова заняться их проектом, и она будет заниматься StarCraft'ом. То есть уже нету какого-то одного издателя, который бы занимался нашей игрой. И вот буквально через несколько дней стартует новый сезон StarCraft 2, и ни у одного меня такой вопрос возникает. Когда новые карты? На форуме Близзов парень спрашивает, где обзор карт следующего рейтингового сезона. Обычно за две недели до нового сезона карты показывают. А сейчас уже 4 дня до нового сезона. Вопрос. Сезон вообще есть в планах? Естественно, он запланирован автоматически, и сезон будет в планах. Но если не будет новых карт, это будет провал. Это будет, конечно же, провал. Одна из причин — это текущий онлайн, конечно же. Посмотрите, на данный момент StarCraft 2 — 420 тысяч аккаунтов по всему миру. У многих игроков 2-3 аккаунта. И у многих игроков на одном аккаунте несколько раз калибровано. Эти аккаунты записываются в эту статистику как несколько разных. Поэтому смело можно сказать, что популяция StarCraft 2 на данный момент составляет около 100 тысяч игроков по всему миру. Возможно, я ошибаюсь, она является 200 тысяч, но это все равно мало. Потому что буквально год назад число активных аккаунтов было хотя бы 500 тысяч. На данный момент в World of Warcraft играют 250 тысяч человек. Это уже больше, скорее всего, чем просто число активных аккаунтов в StarCraft. Поэтому, естественно, Blizzard или то, что от них осталось, будут заниматься вот этим проектом. И, естественно, возможно, Overwatch, потому что там на данный момент онлайн 800 тысяч человек по всему миру. То есть вот прямо сейчас, в данную секунду, в Overwatch играют больше людей, чем физически существует активных аккаунтов в StarCraft 2. Также у людей возникают вопросы с нечестным матчмейкингом в StarCraft. Посмотрите, парень скинул свой скриншот, где у него 2 на 2 очень большой процент поражений подряд. Прямо целый лустрик. И он пишет, что сказать, игра превращается в... Только матчи подряд попадается золото, играя в алмазе. Естественно, проигрываю, так как тиммейт днище. Ну, господи, близы, почему вы никчемные такие? Сделайте нормальную систему подбора игроков. Если играешь в алмазе, подбирала 100 гожи дивизиона или плюс-минус 1. Некчемные программисти. И глаза. И уши. Это просто трэш, ребята, да. То есть, естественно, ему не очень нравится состояние ладера. Но нужно понимать, что когда игроков у нас мало, тебе не может постоянно давать тех же игроков, которые там с тобой одного уровня, как ты считаешь, или еще что-то такое. Потому что это отдельный, отдельный матчмейкинг. Протасы имба. И это последняя проблема того, что Старкрафт остается в текущей форме. Во-первых, игроков за протасов просто больше. Да, на 15 тысяч меньше, чем терранов, но при этом все оно больше. И в Грандмастер Линге во всем мире 309 протасов, в то время как всего 239 терранов и 167 зергов. Я думаю, это очень серьезный вопрос к балансу. Протасы побеждают без особых усилий. В текущем мапуле просто банально невозможно убить протаса никаким чизом. Потому что батарейки, стенки и рампы не дают возможности никак просто-напросто уничтожить протаса. Протасы делают все, что хотят и спокойно побеждают бедных зергов. Потому что зергам нужно намного больше усилий для победы. В то время как протасам нужно намного меньше усилий для победы. И практически не нужно никаких действий совершать. Таргейты, грелки вообще контрят все. Абсолютно любую стратегию можно уничтожить летающими вайдреями. И я не знаю, Blizzard что-то с этим должны сделать. Потому что вайдрей стал очень быстрым, очень дешевым юнитом. И вообще физически как-то сражаться против вайдреев невозможно. Профессиональные игроки просто плачут. Потому что протасы такая имба, что невозможно. Они понимают, что теперь протасы просто захватят весь StarCraft до конца лет. Потому что патчи ждать не придется. И протасы будут просто-напросто на этом патче разрывать, крушить. Вообще просто уничтожать все другие расы. Потому что протасы это имба, а клик и очень легкая раса. Не забывайте это, ребята. Все последние месяцы протасы имеют сокрушительные 47-48% винрейта против зерга. То есть они побеждают чуть меньше, чем в половине игр. Это жестко. Не знаю, как с этим будут жить зерги. Но терранам еще сложнее. Терраны сражаются против протасов на профессиональной сцене с винрейтом 50%. Либо 49% у протаса на победу. А про последние крупные турниры даже говорить не хочется. Посмотрите. Плей-офф. Три протаса. Три протаса в топ-8. Всего два зерга и всего лишь три террана. И при всем этом, ребята, в топ-4 выходит два протаса. Два из трех. А в финале протас отжимает две карты у Серала. На таком балансе, конечно же, будет тяжело зергам и терранам. На международном онлайн-турнире. Топ-8, ребята. В топ-8. Целых два протаса. И посмотрите. Шоу-тайм Умару отжимает ноль карт. Он не выигрывает ни одной игры, а партинг у Солара. Целых ноль карту отбирает. Это, конечно же, нереально. Это просто жестко. Финал ТВТ об этом как раз-таки говорит, что протасы очень легкая раса. И я не знаю, не знаю, как просто профессионалы будут с этим сражаться. Когда полуфиналы идут ТВЗ, и несмотря на то, что сейчас в топе всех игроков мира находятся целых два протаса и всего лишь пять терранов, терраны умудряются с таким раскладом сил все-таки выходить в финалы. Нереально. Ну и, конечно же, катастрофа. Старкрафт ждала катастрофа. Последний крупнейший турнир международный. Из групповой стадии, в которой было целых пять протасов, плей-офф в топ-8 выходит один. Целый протас выходит в плей-офф. И вы не поверите, ребят. Всего из пяти терранов вышло всего лишь два дальше. И то потому, что они играли ТВТ. При этом Серал проигрывает трапу, протасу. Зерг проиграл протасу со счетом 3-4. Это полнейший имбаланс. И в таком состоянии Старкрафт нас ждет в ближайшие несколько лет, пока он еще остается существовать, пока мы в него играем. Пока я ТЭД делаю по нему контент для вас, ребята мои. Мы будем наблюдать эту катастрофическую несправедливость. Это торжество протаса над пятью терранами и двумя зергами. Потому что он играет на самой легкой расе. Также продолжу для вас делать качественный и классный контент. Миксуя его с обзорами на новые игры. И каким-то другим соревновательным контент. С тренировками, развитием, мотивацией и прочим, прочим, прочим. Поэтому с вами был ТЭД Прогеймер. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать качественный контент. Всем пока.